К сожалению, наверное, можно создать много моментов, но реализовать не смогли. Если брать так, то очень хорошо начали, создали сразу моменты, которые надо реализовать, я считаю. Если команда борется, мы боремся за какие-то задачи, ставим перед собой, создав столько моментов, надо их реализовать. В первом тайме, наверное, минуты два до тридцатой практически ничего Мозер не смог сделать. То, что касается, как не смог, мы, в принципе, разбирали его и знали их несильные стороны. Сильные стороны – это борьба, грубо говоря, длинная передача, сбросы, бегание, быстрые атаки и стандартные положения. В принципе, наверное, они на это и делали ставку, что показало, даже забив с ней игры. То есть, вот эти вот моменты они часто использовали. И опасные моменты, опять же, в наших пород возникали после быстрых контратак. Особенно это касается, наверное, второго тайма, больше пьем, конечно, поменьше. Но мы создали очень много моментов в том плане и с игры, и со стандартов, где не смогли реализовать эти моменты, к сожалению, да, не забили. То есть, если сказать так в целом, то по результату, наверное, я недоволен. Что касается, например, то, что игры, то более-менее. То есть, есть над чем, опять же, работать, где надо иногда убыстрять игру. Ну, наверное, вот так прокомментировать. Ну, ответ простой – это травма. Травма только из-за этого. Понятно, как никто бы не менял, то есть, просто травма. К сожалению, к сожалению, а травм никуда. И, знаете, такие травмы. Балтыхов, там, понятно, там, задняя поверхность. И то я пока не могу до конца понять. Он отыграл 10 минут или 15 в этом. Никаких особо жалоб не было. Правда, сказал немножко побаливать, сделали МРТ. На МРТ показалось, что есть небольшое повреждение у Ложкина. Вообще, это, ну, как бы не то, что, как бы, как-то, наверное, какая-то неудача в тренировочном процессе. Они ему случайно попали в глаз, и он пока не может принять участие. Ну, в принципе, то, что касается Калинина, то есть, он сыграл, была травма у Ромы Бегунова. Он не играл, мы его использовали в игре с Арсеналом. В принципе, он себя как молодой проявил очень хорошо с позитивной точки зрения. И посмотрели сейчас, что, наверное, из молодых он, как бы, достоин сыграть. Плюс еще Рома, наверное, не сто процентов был бы так. Ну, я уже повторяюсь, наверное, к сожалению, не так, как нам хочется, идет реабилитация. То есть, пока Антон еще не может нам помочь. Ну, в принципе, я ж, мы ж не так разобрался, то мы все, я ж вам дал комментарий. То есть, мы разобрали игру, то есть, сюрпризов как-то, каковых не было. То есть, к большому счету, я ж говорю, вот эти моменты, которые у них, наверное, сильные качества. Это быстрые атаки, переход из-за обороны в атаку, где они могли воспользоваться второй, там, плюс стандартное положение. У аута, у них, это вообще как угловые приходят. Ну, это мы все разобрали, мы это все знаем. Ну, как вам сказать, естественно, оно всегда будет присутствовать, даже сейчас по игре. То есть, понятно, что болельщики недовольны, что нету результата, будут все равно предъявлять в том плане, что нету игры, там, либо еще какие-то моменты. Хотя, если взять по создатным моментам, ну, если бы забили, наверное, нам было бы легче. То есть, конечно, при том, что всегда требуют результат, иногда не только, как бы, мне, как тренеру, иногда и ребятам тоже, как бы, есть моменты, где тяжеловато психологически. То есть, ну, как вам сказать, все равно ты анализируешь и смотришь, если какая-то есть, доля, наверное, критики, которой потом, после того, как ты проанализировал, ты с ней соглашаешься. Если критика просто бесит, почему вы плохо играете, не проанализируя, так не ответишь сразу. То есть, надо всегда проанализировать и понимать. То есть, когда, да, когда критика по существу, после анализа, тогда ты можешь сказать, да, так, то есть, а если она беспочвенна, аж разным можно. То есть, можно, надо стараться не обращать внимания на это. Еще вопросы будут? Вопросов нет? Всем спасибо. Спасибо.